Приведем несколько фактов. В Техасе в 1987 году ребенок Джессика Маклюр упал в колодец шириной 20 см и вывихнул две ноги, пробыв там 2,5 дня. После того, как ее вынули, часть ее тела почернела, и доктор сказал, что необходимо ампутировать ее ногу. Другой доктор предложил поместить ее в кислородную гиперболическую камеру. Это кислородная камера большого давления. Раньше эти камеры использовались только для водолазов. Врачи поместили Джессику в такую камеру, накачали чистый кислород и увеличили давление. В течение нескольких часов в ноге восстановилась циркуляция крови. В конце им пришлось ампутировать лишь половину маленького пальца на ноге. Сейчас у нее все прекрасно. И самая большая камера находится в Пенсаколе. В нее помещается 30 человек. В Западной Германии пациенты с особым сердечным заболеванием срочно направляются на трехнедельный курс интенсивного лечения с помощью гиперболического кислорода. В Англии лечат рассеянный склероз. Во Франции при лечении артриты сосудистого некроза. В Индии лечат проказы. В Бельгии имплантации конечностей. В Японии 200 камер для лечения внезапной слепоты и глухоты. Доктор Кимори выращивал помидоры с повышенным давлением углекислого газа, которым дышат растения. И использовал специальный щит для защиты от ультрафиолетового света. Через два года его куст достиг 5 метров и принес 907 помидор. Спустя 7 лет он достиг 12 метров и приносил 15 тысяч помидор. Только один куст. И плоды с такого куста были тоже сравнительно большого размера. И вы можете представить, что до потопа таким был весь мир. Все растения были намного больше. Так же как и животные и люди.